Дорожное движение Дорожное движение Дорожное движение Дорожное движение Дорожное движение Можно продолжать бесконечно Думаете штрафы слишком малы? С 1 сентября их размер значительно увеличен Увы, результата нет И статистика ДТП ужасает Эксперты считают, что повышение штрафов Ничего не изменит В лучшем случае напугает порядочных водителей Которые начнут ездить еще аккуратнее Так что же, опять будем говорить о воспитании, общественном контроле, порицании? Вот только сколько времени на это уйдет? А люди будут гибнуть каждый день, каждый час и пополнять список жертв дорожных убийц. Итак, тема нашей сегодняшней программы «Водители и пешеход. Как остановить убийство на дорогах?» Я представляю основных участников нашей сегодняшней дискуссии. Это Сергей Леонидович Елфимов, заместитель начальника ГИБДД по Республике Коми. Здравствуйте. И Роман Васильевич Койден, заместитель председателя Общественной палаты Республики Коми. Кроме того, в нашей студии присутствуют представители общественности, юристы, здесь руководители служб такси. Кроме того, здесь журналисты телеканала Юрган и люди, которые сами пострадали в дорожных авариях. Уважаемые телезрители, естественно, вы сможете принять участие в нашей сегодняшней программе с помощью голосования. Перед вами наш вопрос «Как избавиться от нарушений правил дорожного движения?» Предлагаю вам два варианта ответа. Это повышать культуру, усилить профилактику и общественный контроль. Телефон 299-091. Или второй вариант – максимально ужесточать наказание. Телефон 299-092. Пожалуйста, звоните, участвуйте в нашем голосовании. Итак, можно ли сказать, уважаемые участники программы, что ситуация на дорогах нашей республики абсолютно выходит или уже вышла из-под контроля? Может быть, стоит принимать какие-то экстраординарные меры? Я бы не сказал, что ситуация выходит из-под контроля в таком ракурсе, как было здесь озвучено. Да, проблемы хватает. И более того, я скажу, что погибших людей на дорогах республики Коми примерно остается столько же, сколько и в прошлые годы. Если сравнивать, брать за пятилетие, брать отчет назад достаточно большой, то, конечно, снижение погибших в разы произошло. То есть, я бы не сказал, что если гибло на дорогах республики 280 человек, а сейчас 120-130 в течение года, то это, можно сказать, что говорит само за себя эти цифры. Сергей Ильич, значит, получается, раньше надо было тревогу-то бить? Но это же не мало 280 человек. Конечно. Я вам скажу так, отвечу на этот вопрос, что проблема безопасности дорожного движения масштабно. Российская Федерация начала заниматься не так давно. Обратили внимание, и когда президент сказал, что война на дорогах сегодня идет, примерно вот в этот сюжет, который мы сегодня смотрели. Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения и за рубежом существуют, но ведь многие страны, европейские страны в том числе, занимаются этой проблемой 60-80 лет. И пришли к тому, что сегодня у них смертность на дорогах не просто сокращена, а минимизирована. И, как вы говорите, по поводу СМС-голосования, по поводу ужесточения административных наказаний, они ведь огромные. По телефону голосования, да? Да, да, да. По телефону голосования. Штрафные санкции там очень высокие. Несоразмерны даже с теми, которые сегодня... А толку-то ли? Ну, смотрите, здесь, я думаю, что три основных составляющих, которые могут повлиять сегодня на кардинальные изменения ситуации на дорогах. Это первое. Повышение культуры вождения и изменение психологии самих водителей и пешеходов, участников дорожного движения, в том числе и пассажиров. Второе. Это однозначно, это изменение технических средств организации дорожного движения. Причем изменения можно говорить, что нужно делать уже кардинальные. Вводить новые передовые технологии, которые уже есть. Ничего изобретать в принципе-то не нужно, уже все изобрели. Поможет? Конечно, поможет. Арман Васильевич, ваше мнение. Может быть, пора уже кричать, спасайте кто может? Ну, чего там, годами продолжается? Можно начинать кричать, да, потому что фактически динамики какой-то положительной ее нет. Я думаю, что у государства, вообще у власти нет понимания, каким образом эту проблему решать. Есть выступление о том, что давайте уровень смертности сократим на 7%, на 8%. Но, на мой взгляд, надо какие-то другие подходы использовать. То есть, государство признает? Признает, да, что есть проблема. И ценность этой передачи, может быть, чтобы услышать мнение, каким образом, возможно, в чем проблема. Вот, на мой взгляд, проблема, вот мы все являемся участниками дорожного движения. И, в общем-то, все видим на дорогах, что происходит. То есть, есть определенный контингент лиц, которые, в общем-то, выезжают на дороги с целью, чтобы нарушать правила дорожного движения. Как это? Ну, регулярно. То есть, они специально выезжают, чтобы охотиться на людей, что ли? Ну, обогнать, подрезать. И после каждого такого ДТП у нас идет информация в СМИ о том, что у этого-то водителя за последние полгода 30 было правонарушений. У этого было 40 правонарушений. У этого там 15. То есть, в принципе, эти все лица, они в поле зрения правоохранительных органов попадают. Их привлекают к ответственности административной. Потом они снова садятся за руль. Да. И то есть, не сегодня, так завтра произойдет еще один смертельный случай. Можно в принципе... Сергеевич, вы почему их выпускаете? Потому что таков закон? Или потому что их жалко? Вы знаете, есть... Я хотел бы сказать по поводу психологии водителей. И в том числе, телеканал Юрген заходил в приемник распорядителей, где сидят арестованные судом водители, которые лишены права управления, которые сели по вторым нетрезвым состояниям за руль. Только за сегодняшние сутки двое, вот, два ДТП в нетрезвом состоянии, оба не имеющие права управления, да? И вот, когда ему задавали вопрос, вы сидите уже каждый месяц здесь и непрерывно постоянно сидите, он ответил, что я дальше буду ездить. То есть, совершенно. Вот таких людей надо изолировать от общества. У нас в студии Валентина Васильевна Жиделева, а председатель общественного совета при МВД. У вас в руках очень толстый документ. Да. Концепция безопасности тоже признают. Что 20 ноября президент подписал концепцию общественной безопасности в Российской Федерации, как систему взглядов на обеспечение общественной безопасности, как составляющей общей безопасности в Российской Федерации. Поэтому мы можем сказать, что сегодня у нас есть документ, в соответствии с которым каждый регион может разрабатывать свою систему, вот, исходя из тех, наверное, сегодня суждений, которые мы вместе выработаем. И могу сказать, что 3 декабря, вот уже в развитии этого документа, общественная палата Российской Федерации и общественный совет МВД Российской Федерации, ее председатель Кучерена, собирает нас, председателей общественных советов региона, руководителей ГИБДД наших регионов, для того, чтобы мы вместе начали действительно вырабатывать. И это будут некие предложения, наверное, да? Конечно. И я думаю, что после вот 3 декабря мы можем еще раз вернуться к этой теме уже в общественной палате Республики Коми. Я хотел бы по поводу этого законопроекта уточнить. Как правильно подметили, пьяные водители повторно садятся за руль и отсиживают 15 суток. Этот законопроект поможет, допустим, хотя бы на республиканском уровне ввести уголовную жесткую ответственность за то, что человек сел в пьяную руку. Уже после одного-двух преступлений, правильно понимаю? Я думаю, что именно мы с вами можем такие поправки вносить, с законодательной инициативой выходить и требовать этого, если у нас такая статистика есть. Роман, я знаю, что вы занимаетесь проектом Дорожный надзор. Как у вас есть статистика по поводу того, как влияет качество этих дорог на то, что происходит на дорогах? Я могу сказать так, что есть два фактора ДТП, ну вот с такими серьезными последствиями, допустим, как с летальным исходом. Первый, как правильно, мы уже подняли эту тему, это пьяные водители, это надо пресекать, пресекать уголовно и очень жестко. Потому что 15 суток для человека, это по сути дела ничего, то есть если у него там нет нормальной работы, жизнь-то человека не вернуть. Но это только один из аспектов. Второй аспект, это состояние дорог и в особенности состояние освещения улиц. Любой, кто ездил за рулем хоть раз, кто выезжал в город ночью, у нас бывает промежуток времени, когда в городе освещения вообще нет. Это мы говорим про столицу республики Коми. Про столицу республики Коми. Когда мы выезжаем на центральную улицу коммунистическую, пешехода не видно до 3-4 метров от машины. Фары, судя по поводу... Рядом с вами начальник управления ЖКХ, город Сыктывкар, Сергей Васильевич, в вашем ведомстве это все находится. Что происходит с освещением в Сыктывкаре в частности? Добрый день. На самом деле у нас, в принципе, освещение работает нормально, но у нас погодные условия в этом году, на самом деле, они приносят очередные сюрпризы. Идут дожди, темно, соответственно, отражение от дорожного полотна, отражение от встречных автомобилей, и, соответственно, водитель, который находится за рулем, его просто слепит. И он не видит пешехода. А имеется в виду лампы, то что не горят? А лампы, в принципе, горят. Они горят лампы. А нет, постоп, лампы в принципе горят или горят? Они горят лампы. Просто вот это ослепление, получается, человека, водителя, оно тем самым... Я не знаю, буквально вчера был звонок у нас от людей возмущенных, из машины люди звонят на телеканал Юрген. Нахожусь в районе Дырнаса, здесь совершенная темень, здесь ничего не видно. Это, я скажу, частые случаи, получается, бывает, конечно, аварийность. Отслеживайте ситуацию, Сергей Васильевич, по городу. Вот ездите регулярно. Можно еще вопрос? Могу привести даже пример сразу, как бы, вот я подвел статистику буквально, вот на сегодняшний день, за 13-й год поменяла ламп по городу Световкар и уличному освещению где-то в районе 1800 штук. Правда, что будет на следующий год в Световкаре меняться на более сильные лампы, которые действительно улучшат ситуацию освещения в городе? Да, этот вариант, как бы, прорабатывается, планируется выделение с республики комбюджетных средств где-то в районе 200 миллионов, но это серьезное, конечно, вливание. За какой период будет изменено вот это освещение в городе? В течение года планируется, в принципе. И это действительно будет лучше? Да, если эти деньги, конечно, выделят, и будем провести модернизацию освещения уличного, это там уже, соответственно, будут энергосберегающие технологии, как бы, и улучшенное освещение, это светодиодные лампы, это уже, конечно, большой. У нас пешеходное освещение не соответствует сегодня практически. То есть те лампы, которые работают на пешеходных переходах, должны быть намного мощнее, а может быть даже установлено двойной гусак, чтобы освещение пешеходов на переходах было гораздо ярче. И все предложения мы, все перекрестки исследовали, вам направили. Я просил бы очень учесть вот эти моменты. Я хочу еще попросить, чтобы городская администрация обратила внимание на трассы, которые идут с наших дачных участков, ни с Лемью, ни с Максаковки. Вечером едешь до буквально самого поселка, трасса вся черная. А у вас есть статистика, где ситуация с освещением, вот с контролем дорог лучше в республике, в каких городах районных республики? Вы знаете, по-моему, типичная ситуация, везде одинаковая. Такие же проблемы, такие же проблемы. Вот у нас два аварийных, из всей статистики, если брать, это, конечно, Соктывкар и Ухта. Такие же проблемы были и в Ухте, когда, начиная смеркаться, освещение еще не включено, власти муниципальные мотивируют это экономией электроэнергии, то, что там на полчаса, вот эти полчаса могут повлиять на человеческие жизни. Мы, как бы, уже много раз эти вопросы поднимали, в том числе и в прокуратуру обращались. Так вот, были наезды на пешеходных переходах, даже искусственные неровности не спасали в темное время суток, о чем говорили здесь представители, в том числе, общественности. А может быть у нас с водителями очень хорошо? Готовят кое-как, а водители слабые, неподготовленные. У нас директор автошколы здесь присутствует в студии. Насколько вы гарантируете уровень подготовки этих людей? Уровень подготовки наших учеников, он очень высок, очень высок, поверьте, это одна из лучших школ в Республике Коми. Но вот все, что происходит с этим учеником после того, как он получил водительское удостоверение, вот здесь уже мы гарантировать ничего не можем, потому что получается стадное чувство, раз впереди меня идущий автомобиль может сделать это, а почему мне нельзя? И он начинает действовать точно так же, и попадает в неприятности. Руслан Ильич, я вообще не совсем с вами согласен. Вы говорите сейчас только за свою автошколу, да, вопрос-то звучит глобально вообще, по сути-то. Уровень подготовки водителей, проблема молодых водителей, она сегодня очень актуальна. Это чуть ли не 20% от всех ДТП мы сегодня констатируем со стажем до 2-3 лет. 17, 17%. Я говорю до 20%, а то и до 30%, в зависимости от района. В зависимости от района. Мы с вами уже несколько раз обсуждали эту тематику о том, что все-таки школа должна быть школой, да? Конечно. И только в больших регионах, в больших городах может себе позволить качественное обучение. Здесь однозначно нужно менять законодательство. И сейчас вот в этом, в данном случае, вот готовится соответствующий законопроект, требования к автошколам. Сегодня, чтобы получить лицензию и открыть свою автошколу, можно не иметь ни материально-технической базы, ни педагогического состава, ни своего автодрома. Роман Васильевич, а может быть вообще тогда, чем больше нарушителей среди выпускников школ, тем меньше шансов в этой школе существовать? Пока мы будем менять законодательство, еще очень много жизней уйдет. Поэтому я думаю, что надо, может быть, менять законодательство, но одновременно и думать, что делать с теми, кто уже с правами. Машину купил, права купил, как ездить не купил. Ну, меня вот всегда смущает, вернее, не смущает, а взбадривает мой главный бухгалтер. Ежегодно, два раза в год он у меня отпрашивается на курсы повышения своей квалификации. А я, когда задаю вопрос на всех своих семинарах, спрашиваю, водитель, получивший водительское удостоверение единожды, он больше никуда не обращается за хотя бы подтверждением того, что он знает и умеет. Вот в советское время замечательно же было, да? Раз, два, три нарушения, права на год. Дырочки делали. Конечно, да, да. А у нас 25, 30, 50, сколько угодно получается. Такая ситуация. Абсолютно. И если у меня будут такие, я приму однозначно это решение. У нас в студии находятся люди, которые пострадали каким-то образом от дорожных происшествий. Екатерина Борша, ведущая программы телеканала «Юрган». Расскажите, Катя, что у вас произошло? Я хотела вообще сейчас затронуть, мы говорим в большей степени о машинах, а я хотела затронуть других участников дорожного движения, это велосипедистов и скутеристов. Вот у меня была такая ситуация год практически назад, моего ребенка сбили около поликлиники. Скутерист оказался 20-летний жлоб, у которого, собственно говоря, тогда еще не нужны были права. Он был в алкогольном опьянении, он сбил моего ребенка, ребенок ударился затылком очень сильно. Сотрясения, слава богу, не было. Катя, скажите, где это произошло? Это очень интересно. Где, в каком месте? Города Сыдывкара? Это была Живодетская поликлиника, у нас есть такой балкончик, где ходят исключительно пешеходы. Он ехал, конечно, не на бешеной скорости, и слава богу, поэтому ребенок остался без увечий. Это балкончик, где ходят люди, посетители поликлиники. Там носят скутеристы. Проблема для вас? Головная боль, Сергей Ильич, к скутеристам? Конечно. Когда наступает весенний-летний период. Обострение. Это не просто обострение, это начинается вплоть до сумасшествия какого-то. И правильно сказали, что в нетрезвом состоянии ездят. Но сегодня вот уже закон принят, и мы будем усиленно работать. У нас не было рычагов воздействия на них практически. А сейчас, получается, будут? Сейчас будут. Во-первых, они должны получить водительское удостоверение. Это раз. Второе. Если он будет ехать в нетрезвом состоянии, ему грозит лишение права управления всех категорий. Это была непроезжая часть, поэтому это даже как ДТП не рассматривали. У нас, к сожалению, 300 рублей хорошо. 300 рублей штрафа. Где им ездить сегодня, если у нас ни в Эжве, ни в Сыктывкаре, ни в специальных дорожек для велосипедов и так далее. Где ездят? Они ездят, где попало. Бегом же за ним не побежишь по тротуару. А рядом с вами, Катя... Я хотел поправить. Муж догнал, взял зашкварник, и он ходил с ним по кабинетам. Просто он как нормальный, да пропорядочный человек, он не стал ему бить морду. Хотя бы очень хотелось, я представляю себе. Потому что наказали бы мужа за избиение. Да. А рядом с вами, Катя, находится водитель. Его зовут Александр Савельев, который пострадал от нерадивого пешехода. Буквально несколько дней назад. Ваша история. Здравствуйте. Вот у меня ситуация такая случилась. Вот ехал я со своей семьей, ну, с магазина. И прямо ко мне вот навстречу бежал мальчик. Вот, а проезжая часть была очень узкая. Я как смог свернул налево, и получилось то, что я его ударил. Вот, и как мне в этой ситуации... Только он был один? Да, нет, их было двое. Один бежал по обочине, ну, где было место. А второй бежал прямо посередине дороги. Прямо на автомобиль несся? Прямо на автомобиль. Я вот как смог, дорога еще была скользкая. Ну, во-первых, да, был подморожен, гололед был. Я из-за этого ехал, небольшая скорость была. Если была бы, ну, чуть больше скорости, я не знаю, может быть, я переехал бы полностью. Что сейчас? Это было несколько дней назад, правильно я понимаю? Да, но сейчас у него как бы я узнавал, звонил к нему, все, у него все в порядке. У меня просто, ну, ушибы и ссадины остались. А какие последствия могут быть для вас? А для меня, я не знаю, там, лишение прав, либо еще что-то там. Что касается детей, пострадало у нас детей, вот, 199 человек в авариях. Каждое третье ДТП произошло по вине ребенка самого. Каждое третье ДТП. Ведь это, получается, 70% всех дороже-транспортных происшествий практически происходит по вине взрослых людей. То есть надо уже психологию к родителям менять и обучать, соответственно, детей. Здесь я пока не могу прокомментировать то, что было озвучено, потому что, не знаю, подробности этого дороже-транспортного происшествия. По всей видимости, ребенок вне зоны пешеходного перехода выбегал. Здесь может быть как вина ребенка, так и обоюдная вина водителя и пешехода. Да, прошу. Вот то, что касается детей, на самом деле, достаточно уже мер придумано. Просто вопрос в том, что они не реализуются. Вот фактически во всех городах нашей страны есть такой комплекс мер, который предусматривает уроки дорожного движения, начиная от детских садов и заканчивая школами, даже сузами и вузами. А кто проводит уроки? Скажите мне, по правилам дорожного движения. Уроки и информация о том, что и от знакомых, и от коллег по работе, о том, что растут дети, но и в детских садах, и в школах максимум один-два раза в год, вот ощущение, что просто для галочки, такие уроки проводятся. То есть нет ни специально оборудованных каких-то комнат в детских садах, нет специальной учебной программы в школах. То есть, быть может, имеет смысл вести вот этот факультатив для того, чтобы дети не просто послушали, забыли, Почему детей сегодня так учат, я могу вам пояснить. Потому что сегодня, допустим, даже новый федеральный закон, который об образовании вышел, он сегодня отдал на откуп директорам школ количество часов, проводимых занятий по безопасности дорожного движения. Кроме этого, подождите, кроме этого, давайте сейчас глобально, Руслан Ильич, кроме этого, педагоги, которые сегодня преподают правила дорожного движения детям, они сами не умеют этого делать правильно, методики... Вы хотите сказать, что мы не помогаем, я с этим категорически не согласен. Валентина Васильевна, вы будете через несколько дней в Москве, где будете свои предложения носить. Это очень серьезная проблема. Кто учит, насколько часто учат, увеличено количество уроков того-того, но некоторые дети могут не закончить эту школу, потому что... Понятно. Я все-таки, Даша, хочу вам ответить, что программа такая и есть. Она работает сегодня, ГИБДД занимается, господин Некрасов постоянно работает с нашими и детскими садами, и со школами. Да не хватит Некрасова на все, Валентина Васильевна. Правильно. И Сыктывкарский лесной институт к этой проблеме подключился. То есть студенты тоже участвуют? И ребята, студенты, обучающиеся на соответствующие специальности, уже второй год ходят в детские сады. Нужно вводить специальные уроки, иначе... Вот это будет в частности, то, что мы говорим. Согласна, что систему давайте вводить. Но пока инициатива тоже есть, и... Таких предметов нет, специального урока нет, методики нет. Ну, начнем и дальше на более высоком уровне. Как молодая мама, я хочу в защиту встать. На самом деле, занимаются и достаточно хорошо у нас в садике. У меня у ребенка дикий восторг, когда приходят сотрудники ГИБДД, и дают померить, и... И полосатую палочку подержать. Да, вот, обсуждают все. Я считаю, например, что это дело все-таки родителей. Но невозможно, чтобы педагоги справились с вот этим объемом. Я, как мама, всегда вожу его по пешеходному переходу, я ему показываю, он проверяя его, прошу. Сейчас, в темное время суток, водители практически не видят пешеходов, которые проходят перед ними на пешеходных переходах. Есть очень простые и дешевые вещи. Называются это светоотражающие небольшие приборы и предметы, которые необходимо иметь каждому пешеходу. Мы решили провести в нашей студии небольшой эксперимент. Мы раздадим такие предметы нашим гостям в студии. И я попрошу оператора сейчас выключить свет в павильоне. Вот такую темную картинку видит каждый водитель перед собой, когда находится за рулем. Он практически видит только небольшие тени. Представьте себе, что теперь светоотражающие приборы видны, они есть на пешеходе. Вот посмотрите, как это выглядит. Я прошу поднять их. Покажите перед собой их. Вот так. Обратите внимание, уважаемые телезрители, это совсем другая картина. Всех практически становится видно. Стоит копейки. Спасибо большое. Давайте включим свет в студии. Пришить это, купить, это очень недолго и недорого. Но, к сожалению, долго по этому поводу бьемся. ГИБДД проводит некие специальные операции, месячники и так далее по борьбе с тем-то, с тем-то, с тем-то. Может быть ситуация такова, что это должна быть системой вот такая вот работа? Такие операции действительно нужны. И они должны иметь системный характер. Я с вами согласен. И они проводятся. И вызывает, кстати, массу возмущений у многих водителей. Проводятся такие операции, как масштабная остановка транспортных средств на определенном участке. Именно с целью выявления нетрезвых водителей. Кроме этого, по поводу заведений развлекательного типа, где распила спиртной, потом уезжают. За только 10 месяцев нами уже выявлено 7 тысяч пьяных водителей. В прошлом году тоже было 7 минут за весь год. Понимаете? То есть речь-то идет о чем? Сколько их еще можно вылавливать? Мы не можем поймать каждого водителя. Мы просто не в состоянии находиться во всех точках единовременно. Поэтому я сказал бы так, что необходимо, наверное, уже менять здесь именно вот как было предложено законодательно, чтобы их просто изолировать от общества, те, которые постоянно это делают. Что вы в мыслях не было, слово садится потом за руль. Можно? Да, пожалуйста. Ну вот вопрос поставили на голосование, да, то есть профилактика или ужесточение. То есть почему это не может быть комплекс мер? То есть вообще это должен быть комплекс мер. То есть и ужесточение, и профилактика. А вообще, как бы, ну вот мы с вами видели человека, который в Иркуте переехал, женщину, да, может быть он правила дорожного движения знает на отлично, да, может быть он их соблюдает, но проблема в том, как он поступил в этой ситуации, да, это уже проблема духовного воспитания. И на самом деле, мне так кажется, вот профилактика, о которой вы говорите, духовное воспитание действительно нужно и в школе, и в садиках пропагандировать. Секундочку, Сергей Ильич, скажите, пожалуйста, среди таксистов у нас много нарушителей? Количество ДТП, которое в процентном соотношении от общего количества небольшое. То есть это не проблема глобальная, что прямо вот все таксисты только нарушают правила дорожного движения. Сергей Ильич, у вас под вами целая ассоциация от таксомоторов в республике, а это люди чаще всего соблюдающие правила дорожного движения, или у вас есть проблемы с этим? Ну, конечно, есть проблемы с этим, на самом деле, и вот законодательство, новый там федеральный 69-й закон предусматривал установку приборов ГЛОНАСС во все автомобили такси, да, ну в легальные автомобили такси. Те, кто имеет лицензию? Да, во-первых, есть лобби, которое пытается отменить эти вещи, да, а что такое ГЛОНАСС? ГЛОНАСС – это когда в машину был бы поставлен прибор, и те же сотрудники ГАИ, да, видели бы, видели бы, естественно, как, с какой скоростью передвигается автомобиль, по городу, вне города, да, и, соответственно, могли бы принимать какие-то меры. Ну, а если говорить вообще такси в целом, посмотрите, сколько у нас нелегалов. И как бы, в общем-то, мы первые, ну вот сотрудники ГБДД не дадут нам соврать, в общем-то, пропагандируем именно легальный извоз, да, то есть никому не интересен нелегальный переводчик. Ну, а потом таксисты, вы сами видите, как они иногда ездят по городу, да, мы это тоже видим с вами. То есть спеша на заказ, там, или по просьбе клиента, или сами, да, они превышают скорость где-то обвинения в положенных местах. Нарушителей хватает, нарушителей хватает. Есть, конечно, есть проблемы. Я сказал, что аварийность просто несоразмерна, то есть это будет там 2% от общего количества. Я бы хотел, наверное, немного отметить пешеходов, нарушителей, которые нередко тоже провоцируют ДТП, да, и становятся последствиями виновниками. Вот, у меня был случай, значит, несколько месяцев, нет, даже несколько лет назад выезжали на Сильское шоссе, вот, произошло ДТП, значит, Жигуль совершил наезд на 40-летнего мужчину. Значит, последствия, понятно, водитель потом опрадовался, говорил, что в темное время суток был мокрый асфальт, значит, он просто-напросто не увидел человека, который находился как раз во всем в черном, то есть в черной одежде. Вот, в чем примечание, скажу, что ДТП произошло где-то в 40 метрах от пешеходного перехода. То есть, что помешало этому человеку, грубо говоря, потерять эти 2-3 минуты, дойти до пешеходного перехода и перейти дорогу по правилам. Я вот, наверное, тоже немножко, Сергей Ильич, задал вопрос. Антон, вот здесь, я даже уже отвечу сразу на этот вопрос. 40 метров до пешеходного перехода, да. У нас в городе Сыктывкаре очень много регулированных, нерегулированных. Всего, допустим, в Сыктывкаре, я отмечу, что 229 объектов. Так вот, мы говорим о чем? На каждом регулированном пешеходном переходе должны быть перильные ограждения. 50 метров в эти стороны. То есть, не позволяющие ему как раз перейти в блюзи. Нет этих перильных ограждений? Их практически нет. Это потому, что управляющий ЖКХ не хочет их делать? Ну, можно так. Сергей Ильич, почему отказываетесь делать их? Да, давайте отдадим возможность ответить, Сергей Ильич. Почему не делать? Делать. Пример живой получается. Перекрестка улицы Коммунистической и Октябрьский проспект. В этом году, в летний период, там у нас новый светофорный объект, соответственно, со всеми перильными ограждениями. Ну, конечно, это вопрос затратный. Но на следующий год мы тоже планируем сделать несколько объектов перильными ограждениями. И причем, как бы уже по просьбе ГИБДД уже установить, как так называемые, они совсем другие, заводские и более мощные такие перильные ограждения, которые будут сдерживать не только пешеходов, но и автотранспортные средства. Завалены обращениями от ГИБДД, Сергей Васильевич? Да, вот сейчас, в принципе, много обращений именно по этому направлению идет от ГИБДД. Не только обращениями, только обращениями и предписаниями. И предписаниями тоже, да. Вопрос об администрации города. Этим летом сделали благое дело в Сыктывкаре, расширили проезжие части, но при этом забыли поставить заборы, которые бы ограждали проезжую часть от тротуара. И вот у нас очень много звонков, как бы к нам в газету и в палату идет о том, что, ну, просто страшно вообще идти по тротуару, потому что водители уже даже на расширенной проезжей части все равно умудряются заезжать на тротуары. Нужны не просто заборы красивые, они нужны мощные для... Почему мы разговариваем только о Сыктывкаре? Пожалуйста, обратите внимание, в Иркута ДТП масса происходит наездов, на пешеходов, и ни администрация, никто не обращает на это внимания никакого. Год назад девочку, которую действительно хорошо обучали в школе, и она знала правила дорожного движения и правильно в месте переходила, но переходила в позднее время суток. В Иркуте темно очень часто и очень много бывает, и на нее совершил наезд водитель, трезвый, тоже правила хорошо знает. Проблема там заключалась в том, что перекресток не освещен. И это тоже касается администрации, безусловно. Касается администрации. После ДТП, значит, на следующий день прискакала управляющая компания и стала менять Кобру, которая не освещала этот перекресток. Только после ДТП. Значит, жертва нужна для того, чтобы освещали улицы. Затем, конечно, меры получаются. На сегодняшний день улицы Воркуты до сих пор не освещаются. У нас здесь представителей общественности довольно много. Скажите, пожалуйста, общественность могла бы здесь помочь? Как ваше мнение? Я думаю, что в данном случае у вас просто ДТП с участием маленькой девочки сподвигло власть, ну, там, ЖКХ поменяет лампочку. В данном случае можно не дожидаться ДТП. Можно просто собрать материалы тех перекрестков. У нас два представителя в городе Воркуте есть, мы договорились буквально на этой неделе. Будем собирать заявления, направлять в республиканское ГИБДД, они будут выставлять уже предписания. То есть работа будет вестись, и чем больше народу, людей, активистов подключим, чем быстрее соберем информацию, тем меньше жертв в дальнейшем. Наверное, еще помощь общественности может быть в том, чтобы убедить власти помочь правоохранительным органам изыскать средства на такую элементарную систему, как видеокамеры. Потому что я знаю, что в очень многих городах, даже для непорядочных водителей, это хороший стимул. Они боятся, что их отфиксируют, и потом они получат так называемое письмо счастья. Я знаю, что у нас в республике, безусловно, камеры стоят, но это не по всем улицам. И вот, опять же, пример по родному Сыктывкару, коммуна. Вот вечером там просто гонки, потому что идеально хорошая проезжая часть, и просто водители несутся. Камеры нужны везде. Я думаю, что без общественности мы эту проблему не решим. Потому что каждый из нас участник дорожных всех наших событий, и мы в любом случае все участвуем в этом процессе. Если мы будем неравнодушны к пьяным водителям, к людям, которые, и мы их знаем, подрезают, тогда что-то может сдвинуться. Знаете, можно я маленькую ремарочку поставлю? Не надо помогать муниципалитетам изыскивать деньги для МВД. Это вообще неправильно. Почему-то сегодня понимание о том, что одна госавтоинспекция отвечает за безопасность дорожного движения. Это не так. Мы надзорный орган. Сегодня отвечают за безопасность дорожного движения в соответствии с 196-м федеральным законом собственники автодорог. И их расходы по обеспечению безопасности дорожного движения являются именно, как раз там написано, расходными обязательствами. Никакого отношения не имеет, сколько они потратят на безопасность дорожного движения. Это не может быть выгодно. Это не может окупаться. Понимаете? Но вы убеждаете муниципалитеты? Да, конечно. Существует программа республиканская, где заложено определенное сейчас финансирование. Может быть не в тех масштабах, каких хотелось бы, но работа началась. Уважаемые телезрители, перед вами результаты голосования. Вот так вы ответили на вопрос, как избавиться от нарушений правил дорожного движения. Надеяться на кого-то вряд ли нужно. Ведь это касается и водителя, и пешехода. Их жизни. А значит, будьте внимательны и осторожны, несмотря на все правила дорожного движения, которые, увы, нарушаются каждый день и каждый час на наших дорогах. Спасибо всем за участие в нашей программе. Программе.